МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфиры новины Витебской в области у студии Ганна Рустикова. Вітаю вас. Как сделать работу громадского транспорта? Эффективные шляхи и способы поднижения себе кошту оказываемых пассажирских послуг обмерковали на посаджении коллеги комитета Держконтролю в Витебской в области. Подробности у Инны Киренковой. И для державных, и для приватных перевозчиков створены ровные умовы працы. Однако, пушные лепш умеют лечить гроши и працуют без страт. В той час, як автобусные трамвайно-троллейбусные парки не могут обыходиться без державных дотаций. Дарычные трамвайные маршруты окупляются только на 50%, у троллейбусные на 76%. Тому необходимо снижать себе кольт затрат минимум на чверть. Штаты, они все-таки не соответствуют. Штаты, например, аппараты управления облафтранса, они полностью дублированы штатами филиалов на местах. И одни и те же люди выполняют одни и те же функции. И никто взаимно друг друга не заменяет. Кроме того, сами предприятия еще с тех славных советских времен обременены большими площадями, не использованы зданиями. Есть участки, которые не приносят никакой прибыли, одни убытки. Наракание у контролюющих органов, выкликая расклад маршрутов, яке выконывают державные и приватные перевозчики. У большинства своих яны не скоординованы и дублируют один одного. У вынику снижается пассажиропоток на громадском транспорте, яке не все страты. А гэта негативно отбивается на бюджете. Нет единого органа, который бы это продумал, составил, эту схему, график движения, расписания всех видов пассажирского транспорта, чтобы они не дублировали друг друга, не снимали отдельные субъекты хозяйственной сливки и не увеличивая нагрузку на бюджет. Нема действенного контролю за работой маршрутных такси, нередко и не створяют нездоровую конкуренцию и не выконывают социальных обовязательств. Из 27 городских маршрутов, обслуживаемых частниками, лишь 19 перевозки осуществляется после 20 часов. Из них только на 6 маршрутов после 23 часов. На 7 маршрутов работа частников заканчивается до 19 часов. Витебск Абл Аутотранс, их головный перевозчик, все неуважливо отсочивая рух усяго пассажирского транспорта и веде строгий улик у всех маршрутов. Ты мне меж не мая полномодства изменять их рух, графики складая и затверживая гарвый конкам. Суть проблемы состоит в том, что маршрутчики не выполняют то расписание, которое заложено в графике движения. И мы это четко сегодня видим. Расклад – самый лепший контролер. От добросумленности кожного перевозчика залежит эффективность работы пассажирского транспорта у целым. Инна Кириенкова, Сергей Котов, Новины, Витебск. Старшиня Витебска Гагарвы Конкамова в аурашистой обстановце урушил ключи от новых кватер. Новоселами стали 117 витеблян, больше из них же хары, которые имеют потребу при общении жильевых умов. Долгошеканные ключи отримали отселенные с домов непригодных для проживания, а так само те, кто имел право на позачерговое отримание жилых по мешканию социального корыстания. На этот год мы новые дома арендные закладывать не будем, но тем не менее арендный фонд он постоянно пополняется. За счет чего? Ну, во-первых, все те квартиры, которые были служебными, они сегодня в соответствии с законодательством переходят в статус арендного жилья. И второе пополнение – это пополнение за счет так называемого вторичного фонда. Конечно, рада еще бы. Поживу еще на пенсии, пенсионерка. Я юбилей в этом году отметила, 60 лет, 2 апреля было. Поеду, у меня младший сын живет уже 4 года через дорогу на Баграмяна, Пашенька. Поэтому теперь буду с внуками там гулять вместе через дорогу в мой дом. Новые квадратные метры витебляне отримали у молодым микрорайоні Білева. Это другие дома областным центром, який мает статус арендного жилья. Витебск рыхтуется до 25-го юбилейного славянского базару. До открытия международного форуму застается крыху больше за месяц. Однако, полношная столица уже у прочуваний свята. Гостиницы шагают зорных постояльцев, в ресторанах распроцовывают святошное меню. Организаторы обязают форму мастерства, пройдя за сабливым размахом. На фестивальных плясоках заплановано больше за 100 мероприемств для гостей у всех взрослых. Квитки на некоторые проекты уже практически продадены. Дарыши набыть их можно у любой кропцы света онлайн. Шагается, что юбилейный славянский базар побьет разу некольки рекордов. На прошедшем славянском базаре изготовил тео. Мы обожгли и вот ждем в гости, что он придет и заберет. Керамист Людмила Ковальчук ведает, чем удивить навыц самых потребовальных гостей славянского базару. По час международного форума занятки творчества у ЯЕ брали многие артысты. До юбилейного фестиваля подрыхтовка особливая. На открытых плясоках святочного Витебска сберутся лепшие майстры. Зрители могут увидеть сам процесс обжига, создания изделия. Мы готовы к тому, чтобы показать, как закладываются дрова в печку. Свято развернется по всем городе. Почат славянского базара у Витебску пройдет больше за 100 мероприемств. Многие из них стартуются еще до официных открытий международного форума, квитки на некоторые проекты уже практически раскуплены. Очень активно приобретают минчане. За последние годы столичный зритель к нам прибывает все чаще и чаще на фестиваль. На тех же артистов, выступающих периодически в Минске, мы продаем билеты гораздо дешевле. Особливая увага дитячему и дорослому конкурсам организаторы означает. У этом году уровень выконацию особливо высокий, а география намного ширейшая. У першиню перед публикой славянского базару выступить представники из Колумбии и Аргентины. У Витебску до Чаргового славянского базара рыхтуются започными аккордами попереднего. Для приклада, для готелю зараз гарячая пора. Гэтый номер подчас форуму николи не пустует. У ним вспыняются зорки сусветной величины и у кожного свои пожадания и потребования. Начальника бюро приема и размещения Алену Сыч зорными запросами уже не здивись. Кому-то необходима подушка определенного размера, постельная. Мы всегда стараемся услышать, слышать и идти навстречу. У меню ресторанную кафе так само все на высшем узровне блюда на любых густ. Рецепты распроцовывают специально до свята. Белорусская кухня паза конкуренцией. Бывают такие гости, которые говорят, вот мы в прошлом году ели такие драньки, они нам очень запомнились, очень понравились и можно нам еще раз попробовать. До Международного форума застается крыху больше за месяц, а Левицепска про чувание свято. Историю 25-го юбилейного форума мастатства будут писать простонники больше, чем 40 края света. Фестиваль обещает побить одразу некольких культурных рекордов. Виктор Пралич, Марина Романовская, Александр Петровецкий, Новины Вицепска. Лепшие специалисты смагались за перемогу на областном отборочном этапе Республиканского конкурса профессийного мастерства «Сярод» у Радшоу-стоматологу. Проможцы признана Анастасия Тимошенко, ураж-стоматолог областной стоматологичной поликлиники. За профессийным мастерством надирала Светлана Макаева. Перед пожатком с поборництва уголовной позаштатный стоматолог в области Василь Варганов вета у дельников областного этапу конкурсу пожаданиями по успеху у нелегким испытиям. Мета-конкурсу популяризации ведов, науки, накерованных на высокотехнологичную допомогу насильниству. Жарабьёвка вызнашила парадок выступлений команд. Мы хотели бы, чтобы был очень высокий интерес у стоматолога к своей профессии, к тем знаниям, которые они несут, к той мануальным навыкам, которые они обладают. Ну и чтобы всё это пошло на пользу населению нашей области, чтобы, видя успехи нашей стоматологии, каждый старался позаботиться о своём стоматологическом здоровье, о своей красивой улыбке и свежем дыхании. Сирот у дельника областного этапа урочи с розным стажем работы. 23 годы присвятила стоматологичной справе Марина Дроздова. Умею большой опыт работы. Ну, хотелось бы посмотреть и продемонстрировать свои знания, умения, навыки и сравнить их с другими участниками. Практичный тур проходили команды с двух специалистов, які вялили ошибный процесс у шатыра руки. Пациенты отбирались с однольковыми дефектами твёрдости тканины зуба и ляшилися подчас конкурсу бесплатно. Шлены жюри строго сошили за процессом. Очень высокий уровень подготовки, работают все по новым современным технологиям, то есть нету каких-то устаревших методик, работают на мировом высоком уровне. То есть есть на кого опереться, кому передать свой опыт, и эти специалисты будут обучать наших будущих выпускников непосредственно уже на рабочих местах во время прохождения интернатуры. У обовязки жюри организаторов конкурсу, ведомых о стоматологичной справе профессионалов, у выходила створение доброзашливых обставин для конкурсантов, захование принципу ровности, объективности. Заключительный этап будет проходить осенью, накануне 4-го международного стоматологического конгресса, где будут подведены итоги победителей по республике. Хочу сказать, что этот конкурс по терапевтической стоматологии не первый, он проводится уже во второй раз. Хочу сказать, что стоматологи Витебской области находятся на достаточно высоком уровне. На сегодня хочу пожелать всем победы, а победит пускай сильнейший. Перемыш с областного тура стала урач Анастасия Тимошченко. Я наибуде оборонять гонор витебской стоматологии на республиканском озроуне. Светлана Макаева, Кирилл Кайсберг, Новина Витебска. Новый магазин бытовой техники «Атлант» открылся у Витебску. Ее натремал прописку по адресе Московский проспект 16 и стал третьим по леку областным центра. Покупникам тут пропануют широкий выбор товаров, альшинных и замежных вытворцов. Деньшую сезонную акцию можно оформить расторминовку. Наши корреспонденты побывали на открытии магазина. Новый салон-магазин «Атлант» стал третьим по леку у Витебска и 18-м у Беларуси. Гонлевая площадь амаль 300 квадратных метров и широкий ассортимент товаров у белорусских и замежных вытворцев. Холодильники, морозильные камеры, газовые плиты, электрочайники, телевизоры, ноутбуки, планшеты, телефоны, полососы, печи и свечи и многое иншее. Покупникам тут пропануют полный пиролик бытовой техники и махчимость оценить опошние новинки, а зробить кончатковый выбор да помогут компетентные парады продавцов-консультантов. Конечно, основной опор у нас на белорусскую технику «Атлант». «Атлант» нам предлагает полный ассортимент своей продукции. Мы можем работать по заказам, по заявочкам, в кратчайшем сроке доставлять любую технику, которая производится на заводе «Атлант». Мы не забываем про наших белорусских производителей, таких как «Горизонт», «Гефест». Но, тем не менее, в ассортименте у нас присутствует все-таки еще и импортная техника, потому что, чтобы был какой-то ассортимент, чтобы можно было что-то предложить как альтернативу людям». В день открытия салона-магазина для жахаров города подрихтовали множество сюрпризов, приемные подарунки и сертификаты. Усим, кто выросил набыть технику «Атлант», предоставили скидки на наступные покупки иншей бытовой техники. Покупники застались приемно задоволенными. «Очень рад, что подготовленный персонал и хороший ассортимент ехал. Приходите, я думаю, вы будете рады». А кроме того, в салоне-магазине «Атлант» денеживают сезонные скидки на особные категории товаров. А еще тут можно оформить расторминовку без переплат. «В нашем магазине действуют рассрочки на товары белорусских производителей, такие как «Атлант», «Гефест», «Горизонт». Все эти рассрочки у нас без переплат, с первоначальным взносом 20%. Планируем мы данные рассрочки до конца месяца. С июня месяца мы вводим все рассрочки на 12 месяцев без переплат. Что касается зарубежного производителя, у нас рассрочки только до 6 месяцев». Новый салон-магазин «Атлант» по адресе Московский проспект 16, процой с 10 до 20 годин у будни и до 19 годин у выходные дни. Тут можно заказать платную доставку товаров до «Кватеры». «Приходите к нам!» За любой бытовой техникой у салон-магазин «Атлант». Вольга Шмаргун, Сергей Котел, Новины, Витебск. Областный взлет собрал юных ротовников пожарных за сей Витебшиной. Он проводится уже у 19-й раз. И все лето после отшитырок зональных этапов в финал вышли 9 команд. Школьники продемонстровали терротышные веды правилу пожарной безопасности, блеснули умением зла, жена выполнить строевые команды, показали навыки узнятия по штурмовой лестнице и в ротовании на воде. На суд журы представили, изнятые уластными силами видеоролики. Что годовое споборнество организует Витебское областное управление МНС и белорусская молодева организация ротовников пожарных. Все лето улику организатору ЯШИ и Управлении биологии и адукации областного ваконавшего комитета. Клубы юных спасателей пожарных, которые на сегодняшний день соревнуются, являются нашими активными помощниками в своей среде, которые популяризируют безопасный образ жизни. Наша команда принимает участие уже неоднократно в этом конкурсе. Мы стали победителями зонального тура этого года. В первую очередь, каждый из нас должен понимать, насколько важна наша безопасность и насколько важно соблюдать все правила пожарной безопасности. Лепшей по выниках взлету стала команда города Новополоска. Пераможцы областного взлета юных ротовников пожарных уверенность не отправятся оборонять гонор Витебской области у республиканским финале, яки пройдя у детяшим, оздоровленшим лагеря Зубраня. На этом наш выпуск завершенный. прогноз на двор я проставляю компания Макдональдс. Счастье по усюльде есть Хэппи Милл. Открывай, веселися, вылучай. Встречай любимых героев Angry Birds в Хэппи Милл. Запускай веселье. Подробности о коллекции и новой игре Angry Birds Action на McDonald's.by У ближайшие сутки по в области шикается пираменная воблачность, первоважно без опадков, ночью ранится слабый туман. Песер у сходни 2-7 метров за секунду. Температура по ветру наше плюс 9-13, днем 21-25 градусов, выше и за ноль. У Витебска так само пираменная воблачность, без истотных опадков, температура по ветру наше 10-12 тепла, днем коллекции 23-25 со знаком плюс.